Здравствуйте, ребята! Сегодняшняя наша тема — это массив Java. И мы с вами рассмотрим основные алгоритмы по работе с элементами массива. Вспоминаем, что такое массив. Массив — это структурированная переменная, которая может содержать множество элементов одного типа. Мы с вами изучали массивы в C, массивы в CBuilder, поэтому эта тема для нас понятна, да? Вопросов здесь не может быть. Как объявлять массивы в Java? Во-первых, мы указываем тип данных массива, затем обязательно ставим квадратные скобки, и таким образом мы указываем, что мы сейчас объявляем массив. Указываем имя массива, и в квадратных скобках, ой, в фигурных скобках мы указываем, перечисляем все элементы, которые находятся в этом массиве. Таким образом, мы сейчас сформировали массив какого типа? Так, слушаю. Целого. Инт. Это интейджер, да? Интейджер. Так, имя массива? R1. R1. Сколько элементов в массиве? Три. Три элемента. Хорошо. В зависимости от типа мы можем объявить массив строкового типа, буллинг и так далее, да? Так, и поэтому в данном случае, во втором случае у нас массив какого типа? Стрим. Так, отвечаем стрим. Хорошо. Строковый тип, имя его? Строковый тип, да. R2. R2. Сколько элементов в массиве? Два. Два. Два элемента. Совершенно верно. Так, хорошо. Идем дальше. Так, здесь, назовите мне имя массива, определите его длину и тип элементов. Так, Жудас, первый массив. Имя массива. Целое число, имя R3. Так. R3, имя. И сколько элементов в массиве? Так, пять, а нет, шесть. Шесть элементов. Хорошо. Шесть элементов, да. Так, адлет, пожалуйста. Второй массив. Массив типа байт, имя R5 и два элемента. Хорошо. Так, Дин Мухаммед, пожалуйста, массив. Дин Мухаммед, ты меня слышишь? Да, мне зависит. Я как-то заметил. Да, слушаю. Так, здесь массив, имя массива, третьего массива. Стринг. Ну, в принципе, здесь, ребята, аббревиатуру можно поставить C, T, C, T, С, как хочешь, да? Тут имя обозначает, что содержимое массива. Так же, да? В данном случае сколько элементов в массиве? Четыре. Четыре. Четыре, совершенно верно. А если бы здесь было бы очень много элементов, как бы определить длину массива? Потому что любой массив имеет длину. Через Lens. Правильно. То есть мы обозначаем имя массива и, соответственно, ставим Lens. Да? Таким образом мы можем определить вообще длину массива. Так мы делаем, когда размер массива нам вообще неизвестен. А теперь давайте посмотрим класс, который создаем при работе с массивом. В данном случае маленький такой фрагмент задачи, да? Он создает массив, да? Какого типа? Array. Так. Ин. Целого. Целого типа. Имя массива. Array. Имя массива. Array, да. Так. И состоит он из скольких элементов? Из пяти элементов. Из пяти элементов. Скажите, нумерация в массиве с какой цифры начинается? С нулевой. С нулевой, да. С нуля, да? Только в Pascal, в Delphi идет нумерация с единицы. Так. В данном случае мы измерили длину массива и, соответственно, что мы сделали? Дин Мухаммед, пожалуйста. System of PrintLineK. Мы показали. Да, мы просто показали саму длину. Мы ее распечатали на экране. То есть мы ее увидим внизу. Совершенно верно. Да, вывели на экран. Так, идем дальше. Так, а как создавать пустой массив? То есть нам нужно что сделать? Указать его тип, указать его название, написать слово new, да? New, да. Кстати, довольно интересно, да. Опять-таки тип и размер, да? Смотрите, ребята. Вот здесь вот нам нужно обязательно тип и new тип, чтобы они совпадали. Если мы здесь возьмем, допустим, тип boolean, а вот здесь в new тип возьмем, допустим, string, то, соответственно, это будет ошибкой, такой массив создаваться не будет. Так, теперь, пожалуйста, адлет, скажи, пожалуйста, вот в этом маленьком фрагменте что у нас создается? Значит, то есть мы создали класс, в котором есть единственная функция, да? Которая что создает? массив. Массив под именем каким? R. R, да. Какого типа? Integer. Целого. Integer, да, целого типа. Сколько элементов в массиве? Три. Один. Один? Почему три? Нет, он же будет три. Три. Три элемента – это длина массива, да? Вот. Но, тем не менее, ребята, если мы даже вот таким вот образом пустой массив создаем, в нем всегда будут какие-то значения по умолчанию. Как вы думаете, все эти элементы чем будут заполнены? Элементы. R, ноль. Это что? Ноль. Да? Мне кажется, нулями будут. Все будут нули, вроде. То есть все будут нулями. А если я, допустим, будет у меня тип флот или дабл, то тогда эти элементы будут заполняться чем? Это мы посмотрим на следующем слайде, да? Да. Таким образом, давайте подытожим, да? В любом массиве значения элементов сохраняются в ячейках по определенному адресу. Этот адрес называется как? Его? Индексом, да? Или позиционным, или порядковым номером. И теперь не следует забывать, что любая нумерация начинается с нуля. С нуля. Да, поэтому мы всегда, когда используем циклы, мы говорим меньше этого адреса, да? Так, теперь вот относительно того вопроса, который я вам задавала. Если у нас будет тип интейджер, то все элементы ячейка будут забиты нулями. Если float double, соответственно, нечестно. Думя. 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 Если string, то значение как? Прочитайте. Пустой. Что означает, Дин Мохаммед? Noted как ноль, но это будет именно для текста. Это вот как я могу объяснить. Пустой, да? Пустой. Так, для char используется слэш ноль, это означает, что символа нет, да? И для boolean по умолчанию всегда стоит false. Поэтому в данном случае у нас, который мы объявили, да? Array. Один один, он равен три элемента, равны нулю. Так, теперь как заполнить, да, массив значениями? Можно заполнять при помощи рандом, да, то есть рандомных функций или генератора случайных чисел. Можно заполнять впрямую, напрямую, как мы говорим, да? Либо можно использовать оператор цикла. Так, давайте вот опять обратимся к этому фрагменту. Мы с вами создали массив, называется массив array, да? Соответственно, мы создали массив, содержащий сколько элементов? Три элемента. Три элемента. Эти элементы какого типа? Целого. Целого типа. Хорошо. Целого типа. Так, теперь мы, ребята, будем заполнять вручную. Вот это называется ручное заполнение, когда мы просто используем присвоение, да? То есть в данном случае у нас нулевой элемент будет пятый, первый элемент – семнадцать и так далее, да? То есть мы это зажаем. Скажите, а вот что мы делаем вот в этом фрагменте? Объявляем каждый из них по отдельности? Правильно. Объявляем или выводим каждый из них? Выводим. Да, на экран мы выводим каждый из них отдельности. То есть это самый примитивный случай, когда мы можем обратиться к каждому элементу массива, соответственно, вывести его. Мы знаем прекрасные операторы, это операторы цикла, да? Когда можно просто одним взмахом, да, заполнить и вывести, да? Поэтому вот этот фрагмент вы должны просто запомнить. Значит, мы можем, ребята, вот здесь вот array заменить, int от нуля до почти не до конца, да? Почему меньше, не до конца? Потому что у нас нумерация идет с нуля. Если у нас 9 элементов в массиве, значит, это какова будет длина? 8. 8. То есть в данном случае lenge будет равняться чему? 9, но она будет всегда больше. 9, но мы здесь будем ставить меньше, да? Так же, да? Так, вот поэтому здесь, если мы просто заменим вот этот фрагмент, три записи, три оператора, тут, извиняюсь, ошибка, да, array 1 стоит, то, соответственно, можно с помощью этого цикла вывести все элементы на экран. Так, а теперь давайте посмотрим, какие еще существуют способы заполнения элементов массива. Это мы сделали вручную. То есть можно использовать рандомные, да? Можно использовать формулы. Вспоминаем C. То есть все это самое применимо в это, в Java. Так, ну, в данном случае это та задача, которую мы сейчас только рассматривали, да? У нас имеется единственная функция. Создали класс. Я, честно, здесь не стала переименовывать. Какой у меня был контроллер, так я его оставила. И заполнила элементы целыми числами, соответственно, вывела. Так, теперь скажите, вот на этом экране, ребята, вам хорошо видно? Существует один и тот же массив, но в нем я сделала небольшие изменения. Соответственно, результат вы видите в нижней части. Скажите, этот массив какого типа? Буллин. Буллин, да? Так, сколько элементов в массиве? Тысяча. Тысяча. Совершенно верно. Извиняюсь. Так, вот здесь смотрите. Я написала, начиная с нулевой позиции до конца, присвоить всем элементам значение true. Так, а здесь я ничего не присвоила. Соответственно, значение нулевой, да? Вопросов нет? Нет. Нет. Все понятно, идем дальше. Так, а вот здесь у нас, посмотрим, написано true, false, true, false. Как этого добиться? Нужно сделать так, чтобы каждый второй, да. Да, условия. То есть мы что сделали? Начиная с нулевой позиции до конца, да, этого массива, мы просто взяли, какие номера индексов? Четные. Каждый второй? Каждый второй. То есть каждый элемент, да, или четный элемент этого массива. Мы что сделали? Поставили true. То есть получается, нулевой элемент, это будет true, да? А первый элемент, это будет false. То есть все, что делится, все элементы на четных индексах, благодаря вот такой вот записи небольшой, они все будут забиты словом true. А остальные все будут по умолчанию равны false. False. Идем дальше. Так, очень много, ребята, есть алгоритмов, да? Но самый любимый наш алгоритм – это метод пузырька, да? Для чего он вообще используется, пузырьковый метод? Адлет, пожалуйста. Он используется для сортировки, да? Для сортировки. Сортировки, да. Так, в данном случае, так, кто-то у нас подключился, Лоченбек, ты меня слышишь? Сколько элементов в массиве и какого они типа? Так, у нас элемент идет масс, а внутри… Ой, массив идет у нас масс, а элементов у нас пять идет внутри. Какого типа эти элементы? Подсказываем целого, да? Целого типа. Теперь смотрите, мы в качестве флажочка, или как мы говорим, что вот признак того, что у нас массив не отсортирован, мы просто используем логическую переменную ассорта, да? То есть она не отсортирована, и первое его значение будет называться… Обозначим его false, да? То есть мы первоначально видим, что не отсортированный массив. Так, используем переменные буферы для того, чтобы мы могли… Отсортировать. Отсортировать. То есть использовать промежуточные… Как вы помните, алгоритм волк-заяц, да? Куда-то надо либо волка, либо зайца поместить, да? Вот этот момент, вот посмотрите, вот он буфер, да? Куда мы отправили волка, вместо волка отправили зайца, и вместо зайца мы заполнили чем? Волком. То есть вот этот алгоритм, ребята, он остается. Единственное, что здесь мы работаем еще с флагом, да? Пока не отсортирован массив, флаг у нас будет находиться в состоянии false. Как только массив отсортируется, флаг примет значение true, и, соответственно, мы уже выходим из этого… Из алгоритма сортировки. Затем мы выводим сам массив. Теперь, почему мы здесь используем array to str? То есть мы переводим его в string и выводим элементы массива. Почему мы вот здесь вот используем while? И восклицательный знак is sorted. Это что означает? Пока не отсортировано. То есть пока не отсортировано. Правильно, пока не отсортировано, да? Пока не отсортировано, мы начинаем сортировать, затем начинаем, используя цикл с нулевой позиции, до… не до конца, да? Повторяем. Минус 1 позиции. Минус 1 позиции. Мы начинаем проверять, если очередной элемент больше, чем следующий элемент, да? То тогда мы используем метод пузырька. Так, а если мы хотим в обратном направлении отсортировать адлет, что меняется в этом алгоритме? Я вам опять подсказываю. Знак меняется. Меняется знак на обратное, да? То тогда у нас будет сортировка не по возрастанию, как вот здесь вот, да? А по убыванию. По убыванию. Тут вопросы есть, ребята? Все понятно? Нет. Так, что мы здесь, ребята, здесь нужно будет обратить внимание, что я вызвала дополнительную утилиту, которая работает с массивами. Поэтому импорт Java утилита Erase. Вот это надо не забывать. Иначе мы просто не сможем отсортировать и, соответственно, вывести элементы массива. Так, если вопросов нет, идем дальше. Так, подведем итоги. Значит, массив — это переменные, содержащие элементы одинакового типа. Элементы массива упорядочены, сохранены под одним именем. Все элементы массива имеют свой позиционный индекс. Нумерация позиций элементов начинается с нуля. При создании пустого элемента, а пустого массива элементам присваиваются вот такие вот значения. Для размера массива нельзя создать, изменить после его создания, за исключением это динамический массив. Создать массив нужно только в тот момент, когда под него выделяется память. Память через использование служебного слова new, а либо непосредственным присвоением. Так, на этом, ребята, мы сейчас массивами завершим. Через пять минут или через десять минут, как вас устраивает? Или через две минуты мы можем снова зайти и продолжить наше занятие «Тема строки». Так, хорошо. Прошу.